Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдеминато Спейс, и сегодня у нас будет обзор на набор по серии Лего Бэтмен 68-64 Погоня за двуликим. И да, те люди, которые угадывали, какой же набор был третьим в списке, те, которые я получил на день рождения, по-моему, в этом никто не угадали, потому что этот набор никто не сказал, все говорили Аркхем и так далее, но на самом деле это не Аркхем, это Погоня за двуликим. И так как этот набор достаточно уже старенький, но он не старенький, его просто уже у нас не продают, поэтому я вам решил показать, так, все попадали, я решил вам показать инструкцию, в которой, кстати, очень даже интересно. Интересные вещи описаны, значит, все детали. Кстати, деталей в этом наборе достаточно много. Итак, что же у нас в инструкции идёт? В инструкции идут интересные картинки с описаниями разных функций. Ну и в принципе, в принципе, это всё, да. Инструкция не особо привлекательная, хоть и сзади, вот вы можете видеть, в инструкциях ничего интересного нет, но в любом случае они уже не продаются, поэтому я решил вам показать. Что гораздо более интересно, так это комикс, который идёт в данном наборе. Можете видеть здесь интересный дизайн, тут злодей, Аркхема, вообще не Аркхема, а Готэма, и тут Бэтмен, я не знаю, зачем добавили этих двоих. Я вообще только Бэтмена люблю, поэтому вообще не понимаю, вот этих всех Суперменов, они не топы для меня. Я люблю Бэтмена и всё, что связано с Бэтменом. И у нас тут комиксы. Все фигурки. У меня есть Бэтмен, есть Бэйн. Есть ещё, вот она есть, я не знаю, кто это, есть Бэтмена этого я обменял, есть Робин, есть Джокер, есть Риддлер, есть Харли Квин, есть Ту Фейс, есть два этих его хенчмена, ещё полицейские, которые, я не знаю, зачем вообще он нужен в Бэтмене, но ладно, вы можете видеть интересный комикс, который не нуждается в описании, вы всё это и так можете видеть. В погоне, и тут Ту Фейс классно показан. Ну и в конце придумывают что-то злодею, у нас тут ещё один комикс. Ну и заканчивается у нас всё на том, что вот, вы можете зайти на сайт и проследовать различным инструкциям. Что ж, давайте теперь посмотрим на мини-фигурок. Начнём мы, наверное, с Бэтмена, потому что Бэтмен... Это Бэтмен. Этот герой не нуждается в представлении, но нуждается в освещении, это точно. Что ж, давайте подвинем освещение и покажу вам Бэтмена. Вот сама мини-фигурка Тёмного Рыцаря, он вооружён своим бета-рангом, и вы можете видеть интересную детализацию данной фигурки. Сзади у него вот такой вот принтинг, маска одевается, и вы можете видеть, что Бэтмен готов надрать всем задницу. Далее идёт самая непонятная и ненужная фигурка в этом наборе, это Полицейский. Я не знаю, зачем Полицейский в наборе с Бэтменом. Нет, ну конечно, люди, которые любят Сити, есть по всему миру, потому что многие говорят, что Сити это Сити. Его нельзя никак, никаким образом, не знаю, оскорблять, потому что Сити это хорошая серия. Но я Сити терпеть не могу, потому что она ничем не примечательная. И поэтому Полицейский, у него есть рация, есть наручники, и вообще мне как бы на него всё равно. Потому что Полицейский в этом наборе, по моему мнению, никакой ценности не представляет. Ну кто бы стал брать наборы Бэтмена из-за Полицейского, я считаю, что никто. У меня есть две мини-фигурки этих приспешников Двуликова. Тоже интересные очень, у них такие комбинезоны двуцветные, прям как Двулики. Ну а в целом они такие достаточно простые, у одного имеется как-то Кроллбар, Лом, да, вроде так на русском, Лом и ТНТ, Динамит. Ну и последняя мини-фигурка, и моя любимая в этом наборе, да и не только в наборе, вообще, наверное, любимая самая мини-фигурка. Ну я не знаю, посмотрим ещё. Это Двуликий Харви Дент. Вот, итак, что же, давайте посмотрим на его монетку, которая очень интересная и детализированная, хорошо, что вы можете её увидеть. Да, iPad хороший. Вы можете видеть, что здесь изображена, не знаю, королева какая-то, видать. И напишет на 1916 год. Ну а сам Харви Дент очень классно детализирован. Вот это, кстати, часть белая, там где его двуликость проявляется. Я думал, что это будет резиновая, но она пластиковая, что, наверное, тоже хорошо, потому что резиновая, наверное, бы пачкалась и, наверное, выцветала. А так, двулики просто здоровские, я могу его сравнить с Бэтменом. Ну и понимаете, что двулики круче, поэтому, думаю, они не нуждаются в сравнении. Итак, Бэтмобиль. Бэтмобиль очень классная модель Бэтмобиля, очень классная реинкарнация, его здесь показано. Да, он, конечно же, ездит, но, в принципе, это логично, Бэтмобиль должен ездить. Мне очень понравился дизайн именно этого Бэтмобиля, как он сделан, с какой детализацией и как он, знаете, на английском это называется, что значит, slick. То есть он как облегающий, я не знаю, как это сказать. Но вы сами можете, в принципе, это прочувствовать, всю крутость Бэтмобиля. Символ Бэтмена, здесь у нас открывается, конечно же, сама эта закрывашка, и тут вы можете видеть рули, контроллеры. Сюда мы садим Бэтмена. И вот эти вот крылья двигаются подвижно, они почти чуть ли не в каждом наборе Бэтмена присутствуют, потому что они очень распространены в этой серии. Имеются эти flick missiles, эти стрелялки, но я не знаю, зачем они тут нужны. Вырывается огонь из турбин. Я думаю, что этот Бэтмобиль очень быстрый. Ну и в целом он выглядит достаточно интересно. Далее наша несимметричная машина двуликова, прям как и его сущность. Очень классная интерпретация машины двуликова. Очень мне нравится, как сделали ее тоже такой, как бы, двуликой. И вы можете видеть, как тут идет разрез такой, это наклейки. С одной стороны имеется пулемет, с другой стороны, опять же, эти ракеты выстреливающие. Это мы можем посадить хенчмена. Давайте возьмем одного хенчмена. Где один хенчмен? Вот он. Обычно я сажу вот этого за руль, потому что у него, видите, очки. И кажется, что, знаете, как из Мадмакса ездили вот эти вот сумасшедшие. Ну, он такой же. И здесь у нас имеется кран, с помощью которого они должны сейф там грабить. Я не знаю вообще, зачем двуликому понадобилось грабить сейф. Он мог просто что-то другое заграбить. Ну, в общем, я не знаю. Для набора идея, в принципе, не особо новая. Такие часто придумывали. Ну, даже кран двуликий, это здорово. Машина двуликого мне, наверное, чуть больше нравится, чем Бэтмена. Это не сайд-бай-сайд, что называется. Ну, в принципе, они обе достойны этого набора. Итак, сам банк. Банк простенький. Не отрицаю. Но роль банка, он играет достаточно хорошо. Сзади мы можем видеть, тут должен кассир стоять. Или не кассир, банкир. И сама функция. Вы сюда нажимаете. И вот это стекло вылетает. И Дуфейс заезжает, забирает сейф. Уезжает. На него нападает Бэтмен. И начинается настоящая битва. Которая побеждает, не знаю, кто побеждает. Побеждает не Джокер. Потому что все время почему-то Джокер побеждает. Я не знаю, почему, но Джокер какой-то слишком хитрый. Что ж, сам сейф. Сейф интересно сделан. Тут крутится вот эта вот открывашка. Далее имеются наклейки. Которые символизируют, наверное, пуля непробиваемая стекло или металл. Внутри мы можем найти... Кстати, да, в наборе дается еще одна такая монетка. Поэтому я ее сюда засунул. И да, тут у нас 300 долларов. Я не знаю, зачем такой большой сейф, чтобы хранить 300 долларов. Но это же логика лего. Им просто не хочется давать нам больше этих лего-вских денег. Поэтому они положили только 300 долларов. Хотя, может быть, это не доллары. Это, может быть, какая-то лего-вская валюта. Она гораздо больше. Она равня 3 миллиардам долларов. Ну ладно. В общем-то, вот такой замечательный набор. Если вы можете его найти где-то у себя в стране или за рубежом, советую заказывать, потому что он уже не выпускается. Был еще такой набор 2006 года. Он, по-моему, круче. Там двулики покруче идет. Он там черно-белый. Ну, тут он сиренево-оранжевый. Тут он более такой веселенький. Ну, в любом случае, если можете раздобыть себе такой набор, то советую брать. Я его взял за очень хорошую цену в 2000 гривен. Если вы живете в Украине, то там у нас есть такой сайт constructors.com.ua. Там этот набор стоит 3000 с лишним. Там 3600 или сколько-то так. В общем, там не заказывайте. Лучше просто напишите, взять набор с вулики, купить Украину. И там вы найдете этот сайт, по-моему, Jam Kiev, как-то он так называется. И там какой-то дядька распродает кучу наборов лего. И у него, кстати, я еще и взял замок вампира. И вот этот набор. Так что всем советую. Замечательная доставка. Все отлично. И да, мне никто за эту рекламу не платил. Просто я знаю, я сам по себе знаю, когда хочется раритета. Его нигде нету. Надо искать в интернете. И вот сайт хороший. Хотя он такой, более, знаете, подпольный. У него там дизайн непривлекательный. Но наборы есть. Это самое главное. Что ж, на этом все. Следующий обзор будет на английском. Всем желаю удачи и пока.